МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Сельское хозяйство, здравоохранение, образование в Шамуршинском районе подвели итоги социально-экономического развития. Наши на Олимпиаде сегодня в Южнокорейском Пхенчхане стартовали 23-е зимние игры. В шашке Чапаева в день рождения легендарного Комдива прошел всечувашский шашечный турнир. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителем руководителя Роструда Иваном Шклавцом. Они обсудили вопросы по снижению безработицы и повышению заработной платы в регионе. Сейчас в Чувашии более 15 тысяч свободных вакансий ежегодно мероприятий по содействию занятости населения выделяются значительные средства из федерального и республиканского бюджетов. Мы ежегодно выделяем почти 700 миллионов рублей на все эти направления и тем самым удается, по крайней мере, удерживать благоприятную ситуацию. В 2017 году были восстановлены права более 14 тысяч работников. Возвращено более 445 миллионов задержанной зарплаты. Иван Шклавец положительно оценил работу инспекции труда в республике. Одна из вот этих важнейших задач – это контроль своевременности выплаты заработной платы. Дает тоже свои результаты, поскольку если год назад в республике было 26 должников, сейчас уже 13 должников. Общая сумма задолженности снизилась существенно. Со 155 до 177 миллионов рублей в реестре сейчас остается 7 банкротных, 7 экономически активных предприятий. С каждым индивидуально сейчас, я знаю, и вы работаете, и инспекция работает. Большая работа предстает в 2018-м по погашению задолженности по заработной плате на всех уровнях. Такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Сельское хозяйство, здравоохранение, образование района республики подвозят итоги социально-экономического развития. Какие показатели Шамуршинского муниципалитета в нашем сюжете? Зерна больше, крупнорогатого скота меньше. Так завершился год для сельского хозяйства. Увеличить поголовье – первостепенная задача в ближайшие годы. Работа уже идет. Аграрии получают грантовую и государственную поддержку. В этом плане в 2017 году у нас получили двое начинающих фермера гранты по 3 миллиона рублей. И также один фермер получил по семейной ферме грант 10 миллионов рублей. Впрочем, у отрасли есть еще проблема. Есть необходимость в агрономах, в зоотехниках. Поэтому в этом плане мы с вами вместе должны плотно работать. И основная задача на сегодняшний день – это подготовка и проведение весенних полевых работ, организованно завершить зимовку скота, переломить негативные факторы снижения производства молока, согрешение поголовье скота. Жилье в районе возводится, но недостаточными темпами. Впрочем, это не мешает выполнять социальные обязательства. 11 семей получили квартиры. В будущем работа продолжится. Лучше стали и дороги. Две новых построили, две существующих отремонтировали. Планы на 2018 год – завершить работы на пяти участках. Расширить этот список могут и сами жители. В районе успешно работает программа «Инициативное бюджетирование». Вот те вопросы, которые по сей день поднимали наши жители, мы вот именно по восьми проектам решили часть их вопросов. Также хочу отметить, на 2018 год в рамках «Инициативное бюджетирование» у нас уже утверждены 7 проектов на сумму 3 миллиона рублей. В ходе совещания шамуршинцы задали представителям властей свои вопросы. Один из самых актуальных – качественная питьевая вода. Здесь давно начали реализовывать федеральную программу «Чистая вода». Но она приостановилась. На сегодняшний день вопрос завис, значит, с учетом того, что у нас дефицит денег. И, во-вторых, упразднена федеральная программа «Чистая вода». Мы сейчас ставим метод УРОС, чтобы восстановить работу этой государственной федеральной программы. Тогда все работы будут продолжаться, потому что только за счет республиканского бюджета мы просто не выдержим. У нас денег не хватит. Подводя итоги, глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, чтобы достичь необходимых показателей, органам власти нужно активнее взаимодействовать с жителями муниципалитета. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксарцы стали реже писать жалобы в УФАС в управлении Федеральной антимонопольной службы по Чувашии прошла пресс-конференция, посвященная итогам деятельности ведомства за 2017 год, а также целям и задачам национального плана по развитию конкуренции в России на ближайшие годы. Обращений и жалоб стало меньше. В 2017 году было подано 831 заявление о признаках нарушения антимонопольного законодательства. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Причем 59% из всех заявителей жаловались на деятельность органов власти. 22% на монополистов. Радует то, что количество нарушений со стороны монополий, которые у нас традиционно всегда были достаточно 25-30% нарушений, всегда долю занимали, за последние пару лет, наверное, очень значительно снизились. Контроль – это всегда вопросы картилизации нашей экономики, потому что это проблема, которая есть на торгах и в том же указе президента в национальном плане по развитию конкуренции. Говорится о том, что необходимо снижать уровень картилизации в сфере дорожного строительства. Комиссия антимонопольного органа не только устанавливала факт нарушения антимонопольного законодательства, но и давала рекомендации для их устранения. За отчетный период выданы два предписания, которые находятся в стадии исполнения. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Специалисты Чувашского государственного института гуманитарных наук проводят итоговую сессию. Она по традиции приурочена ко дню российской науки. Сотни научно-практических конференций, обсуждений и конструктивная критика от коллег. Научное сообщество ведет плотную исследовательскую работу по истории, языкознанию, литературе, ведению, археологии. Ученые труды сохраняются на бумаге и отправляются в свет. В 2017 году опубликовали несколько монографий, а также книг в соавторстве с коллегами из других регионов. Над изданием Чуваша работали сотрудники Чувашского института гуманитарных наук, московские и самарские ученые. Знаменательно, что в прошлом году ученые вернулись к семье Чувашского театра. Провели научно-практическую конференцию, впервые издали посвященную театру, солидную книгу, материалы конференции, чего не было в истории института около 40 лет. Записаться в кружки и секции в Чебоксарах стало проще. Сделать это можно прямо, не выходя из дома. В интернете заработал единый портал «Доступное дополнительное образование Чебоксар». Его презентация прошла на базе столичной гимназии номер 5. Здесь работает множество кружков по самым разным направлениям. Гимназисты занимаются танцами, вокалом, лепкой. Кстати, гончарное искусство здесь особенно популярно. Не так давно в гимназии заработала и своя студия телевидения. Наша студия называется ТВ-5. Мы монтируем видео, которое мы сначала снимаем. Можно создавать видео из других отрывков. Там есть спецэффекты. Теперь всю информацию о кружках учебного заведения можно найти на едином портале «Доступное дополнительное образование». Здесь же собрана информация и про секции, работающие в других учебных заведениях. В каталоге более 3000 кружков и секции на любой вкус и возраст. Родители и ребята постарше могут с легкостью перейти по ссылке. доп21чеб.ру или через баннер на сайте администрации города Чебоксары и выбрать занятие по душе. В портале «Доступное дополнительное образование» очень удобен тем, что можно, зайдя на него, найти любое направление, в котором может заниматься твой ребенок. И как бюджетная, так и коммерческая организация это будет. Можно найти ближе к дому или в своей же прям школе. Нам просто было интересно посмотреть, какие кружки танцев есть у нас в городе, которые ближе находятся к нашему дому. Мы живем в Новоюжном районе. И очень удобно это. Для удобства пользователей у портала имеется мобильная версия и QR-код, по которому можно получить доступ к сервису через телефон. Галина Титарчук, Республика. Стартовала площадка для юных корреспондентов. Но в Чебоксарске подвели итоги конкурса «Школа пресс-2018». Состязание словом в городе химиков уже стало традиционным. Издательский дом «Грани» проводит его в 12-й раз. С каждым годом участников становится все больше. В этом году журналистские работы прислали из 30 регионов России. Перед долгожданным моментом, когда назовут имена победителей, мастер-класс от тех, кто уже стал акулами пера. О тонкостях газетной, телевизионной и интернет-журналистики рассказывают начинающим корреспондентам те, кто каждый день на передовой. Я узнала, что нужно делать информацию интересной всем. И что нужно не врать в газетах и говорить только правду, ведь все равно ложка когда-то раскрывается. И то, что людям интересно давать что-то новое других. Главный критерий оценки журналистских работ в школе пресса самостоятельность и интересная подача. Иван Таратин из 61-й Чебоксарской школы стал лучшим корреспондентом школьной газеты. И получил главный приз – путевку во Всероссийский центр «Орленок». Ребята из его же школы победили в номинации «Лучший дизайн школьной газеты». Лучшую газету сельской школы выпускают в селе Улета Забайкальского края. А лучшие городские выпускаются в 12-й Нижегородской школе и в 17-й Новочебоксарской. Творческое состязание проходит при поддержке Мининформполитики Чувашии и Лиги юных журналистов России. Та статья, которая появляется на страницах школьной газеты, отдельные статьи, очень сильно привлекает и детей, и учителей. Хотя они, может, не волнуются, но в то же время они читают, анализируют. Это ваша сила. Если вы в будущем, сегодня это направление интересует вас, а в будущем вы развиваете, конечно, вы будете хорошим, востребованным, сильным, правильным человеком, журналистом. Специальный приз съемку сюжета от нашей телерадиокомпании получили юные корреспонденты газеты «Пятая четверть» из Дома детского творчества города Канаш. Шашки Чапаева Шашки Чапаева в день рождения легендарного Комдива 9 февраля в столице Чувашии впервые прошел турнир по шашкам. Белые шашки, черные. Причем тут Василий Иванович? Сейчас уже никто и не вспомнит. Будем считать, что звучным названием шашки Чапаева обязаны своей военной тематике. Говорят в Национальном музее, предлагая ознакомиться с правилами. А правила просты. Противники ставят по 8 шашек своего цвета в один ряд на противоположные стороны поля. Задача щелкать по своим шашкам так, чтобы они сбивали противника с поля. Первый раунд при этом начинается с крайних рядов доски, а в следующих победитель двигает шашки на ряд вперед, сокращая тем самым расстояние до соперника. Выигрывает тот, кто первым пересечет середину поля. Это, конечно, игра детская, но, тем не менее, мы таким образом решили популяризировать имя Василия Ивановича Чапаева, потому что сам Василий Иванович оставил очень большое наследие не только военное, но и достаточно серьезное культурное. Чапаев – это практически целая эпоха в нашей стране. И вот одно из проявлений Василия Ивановича – это стала вот такая вот игра. Шашки Чапаева – не единственное мероприятие праздника. Где Чапаев, там победа. Под таким названием сегодня утром прошел видеомост. Пугачев, Красный Яр, Чапаевск. На связь вышли города и села Чапаевской славы. Удалось пообщаться и с родственниками великого комдива. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Сколько длился самый долгий матч в истории волейбола и что общего у тенниса без ракеток и баскетбола без колец? Сегодня, в день рождения волейбола, мы решили рассказать вам интересные факты об этом виде спорта. А заодно и заглянули на тренировку женской сборной нашей республики. Сейчас сложно представить, что на поле могло находиться до 30 человек в каждой команде. Правила были условными, а средний матч длился целые сутки. Рекордно долгий, почти бесконечный матч состоялся однажды в Кингстоне и продолжался он 75 часов 30 минут. А появилась популярная игра благодаря креативному подходу американского физрука Уильяма Моргана. Он решил смешать элементы бейсбола, гандбола и баскетбола, предложив своим воспитанникам сыграть в мяч через сетку, натянутую на высоте 196 сантиметров от пола. Игра изначально называлась «Ментанет». Волейбол – это самая современная интеллектуальная игра. Волейбол играет во всем мире. В Чувашской республике волейбол – это очень сильно развитая игра, потому что каждую неделю у нас проходят всевозможные турниры. В честь бизнесменов, в честь ветеранов спорта – самая популярная игра. Хотите ли вы играть в команде мастеров или мечтаете продемонстрировать классный удар во время пляжной игры? В обоих случаях нужно долго и упорно тренироваться. Сила, скорость и реакция – вот главные качества хорошего волейболиста. А вот высокий рост вовсе не обязателен, хотя приветствуется. Сейчас, в принципе, любая девочка, которая любит волейбол, может стать волейболисткой, если у нее есть цель такая – научиться играть в волейбол. Так что тут неважно, какие ростовыные данные даже. У меня в команде были игроки под метр пятьдесят пять, например, под метр шестьдесят. Либера играли, хорошо играли. Ну вот среднего, как сказать, рост у нас где-то метр восемьдесят в команде. Даша Карпенко, невысокий рост, нисколько не мешает быть капитаном команды женской сборной нашей республики. Она связующая, именно через нее проходят все атаки команды. А заниматься волейболом Даша начала случайно пять лет назад. Сначала занималась в игруном катании в четырех лет, лет семь. Потом поняла, что не мое. Начально пришла на тренировку, все, затянулась. В волейболе мне нравятся эмоции, которые мы испытываем, очки, которые мы зарабатываем. Ну, иногда, конечно, деньги мы этим зарабатываем. Так что играем, живем, встаем. Девять тренировок в неделю по два-три часа. Так занимаются наши спортсмены. Отбирают будущих чемпионов семилетнего возраста. Но сначала они занимаются не волейболом, а общей подготовкой – перемещениями, бросками, ловлей мяча. Серьезная же игра начинается лишь спустя два года. Но это для профессионалов. Поклонники же здорового образа жизни могут играть в волейбол в любом возрасте. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Сегодня в южнокорейском Пхенчхане стартовала 23-я зимняя олимпиада. Среди 92 стран, правда, под нейтральным флагом принимают участие сборная команды России. В ее составе два чувашских спортсмена. Лана Прусакова стартует 17 февраля, а уже завтра в 14.15 по московскому времени Татьяна Акимова. Кто и как будет болеть за первую ласточку чувашского биатлона, узнавал наш корреспондент Мальвина Петрова. Чернобровы с длинной косой, высокой смугляночки из чувашской глубинки покоряде бы подиумы высокой моды. Она же выбрала подиум спортивный, а путь к нему – тернист. Мама Альбина Николаевна своей Таней очень гордится. Свои первые шаги на лыжах Татьяна Акимова сделала на базе спортивной школы, где мама работала охранником. Просто Альбине Николаевне не с кем было оставлять своих детей, в том числе и пятилетнюю Танюшку. Вот так между делом и наблюдала, как соревновались ее дети. Пропусти меня, я же старше, ты впереди идешь. Ирина говорит, Таня, я тебе шоколадку дам, пропустишь. Таня говорит, ладно, Ирина пропускает. Ирина первая приходит, Таня вторая приходит. Вот они на шоколадку даже. И Таня выигрывала старшей дочи. Сегодня в соперниках у Татьяны и ее партнеров по сборной серьезные оппоненты. Но и она уже профессионал высокого класса, с чьим именем связывают большие олимпийские надежды. Таня, вперед, мы с тобой! Вместе со всей страной мы желаем Татьяне Акимовой удачного выступления. А в следующем выпуске программы «Республика» обязательно расскажем о том, какой путь к педесталу почета ей удалось пройти. Не пропустите этот сюжет в понедельник. А пока я с вами прощаюсь. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин